МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вновь в воскресенье мы подводим итоги уходящей недели. В эфире программа АПТА и ее ведущая Семка Щегулова. О самых важных и интересных событиях в материалах моих коллег. Сегодня о выпуске. В полевых условиях проблемы и перспективы сельского хозяйства обсудили аграрии и специалисты. Фермеры ЖТСУ представили новые технологии, успешно используемые ими в растеневодстве и животноводстве. Шонжи увековечили в камне жарта боба. Впрочем, в памяти народа казахский целитель и предсказатель из рода албан был жив всегда. Все будет чисто. Победительница ярмарки социальных идей и проектов столдопурганка Ажар Хадралина открыла социальную прачечную. Малоимущих и иногородных студентов обслуживают бесплатно. Остальных за символическую плату. Струя цивилизации. Все 75 домов Аула Тараса Аксусского района подключили к водопроводу. 15 километров экстрима. В Кирбулакском районе прошел фестиваль водного туризма. 100 участников сплавились по бурной реке Куксу. О последних достижениях в сельском хозяйстве на неделе обсудили ведущие фермеры, ученые и бизнесмены страны. Первый республиканский день поля собрал тысячи человек. И можно с уверенностью сказать, каждый участник мероприятия получил ценную для себя информацию. Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства, руководство Матинской области, агрохолдинг Байсерки Агра. Главная цель – обмен опытом. Так фермеры края ЖТСУ представили собравшимся современные технологии, которые успешно используют в растеневодстве и животноводстве. Подробнее расскажет Илья Манраембеков. Сельское хозяйство – ключевой драйвер экономики страны. Современные реалии требуют постоянных новшеств в эту сферу, чтобы оставаться на плаву. 17% всего объема произведенной продукции в Казахстане приходится на Алматинскую область. Это позволяет нам удерживать первую позицию по стране. Такие цифры достигнуты благодаря успешной реализации всех поставленных главой государства поручений, подчеркнула Мантухбаталов. В сфере цифровизации проведена работа по внедрению роботизированных доильных станций, электронных систем управления стадом. Одним словом, автоматизация коснулась абсолютно всех направлений сельского хозяйства. Сельское хозяйство области у нас многопрофильное, вы знаете. В земледеле возделывается более 10 видов зерновых. Это пшеница, ясмень, кукуруза, рис, рожь, овес, гречиха, проса и другие культуры. Пять видов масленичных культур. Это подсолнечник, соя, сафлор, лен, конопля, сахарная свекла, картофель. Все родновидности овощей и фруктов специализируются на полевом кормопроизводстве. В текущем году пассивная площадь сельхозкультур в целом увеличена на 4-4 тысячи гектаров земли. И на сегодня составляет 952 с лишним тысяч гектаров. Заложено 1200 новых садов. У нас в целом сады с интенсивными садами, вы знаете, свыше 20 тысяч гектаров. Площади применения капельного решения, это тоже очень большая задача, которую перед нами поставил глава государства, расширены на 745 тысяч гектаров капельное решение и составили свыше 10 тысяч гектаров. Влагосберегающая технология охватывает 147 с половиной тысяч гектаров багарных земель. Пассирки Агра не случайно выбран местом проведения форума. Современные методики ведения бизнеса здесь не уступают мировым стандартам. Тому примеры выращивания кукурузы и его орошения под почвенным методом. Это позволяет собирать 20 лет тонны урожая с гектара, что почти вдвое больше средних показателей по стране, и экономить до 60% поливной воды. Мультипликативный эффект обеспечен, ведь собранные семена на дальнейшую переработку принимает крахмалопаточный жаркенский завод. Предприятие, оборудованное по последнему слову техники, при поддержке Акима области, увеличило мощность переработки с 64 до 300 тысяч тонн урожая. В целом в регионе планируется собрать полмиллиона тонны кукурузы с 80 тысяч гектаров земли, что на 11 тысяч гектар больше, чем в 2014 году. Это все для нас, как для переработчиков, это очень большой показатель и очень большая радость, потому что чем больше урожай, мы знаем, тем лучше и дешевле цена, естественно, и глубокая переработка. Естественно, вот эти инновации, которые сегодня на этом совещании говорят, и те урожайности, они повлияют завтра и на себестоимость, и на все остальные другие показатели нашего завода. Поэтому сегодня наш завод порядка 65% экспортирует своей продукции. Вы знаете, мы из одной кукурузы производим 29 видов продукции. Глубина переработки до 97,6%. Я считаю, это очень хорошие такие показатели, которые сегодня идут. Оценили гости со всего Казахстана и старания руководства области и крестьянских хозяйств по возрождению сахарной свеклы. Субсидии, оснащение крестьян элитными семенами, создание 24 СЗЦ, закуп более 500 единиц спецтехники на 5 миллиардов 200 миллионов тенге и, самое важное, модернизация Аксусского и Коксусского сахарных заводов. Эти с блеском проводимые, просчитанные до мелочей меры, позволяют собрать в этом году почти 400 тысяч тонн качественного урожая с более 11 тысяч гектаров. Это на 375 тысяч тонн больше, чем 4 года назад. Перенять такой опыт колоссальной поддержки сельского хозяйства непременно захотят и другие регионы, уверены специалисты. Чтобы бизнес любой поднять, в том числе и аграрный бизнес, нужно его проинвестировать. Чтобы инвестиции пришли в этот бизнес, нужно сделать, чтобы он был прибыльным. Чтобы он был прибыльным, нужно сделать, чтобы здесь применялись самые современные технологии. И первостепенная задача стоит увеличение доступности финансирования фермеров. Потому что без доступности к финансированию все уговаривания, все разъяснения о том, что технологии выгодны и что инновации, они незаменимы, это все останется только словами. Никакие инновации не помогут, если на поле не орудует качественная спецтехника. В этом вопросе, как отметил Амадов Баталов, играет важную роль СПК ЖТСУ. Через акционерное общество в регионе создано 37 сервисно-заготовительных центров. На их формирование закуплено почти 900 единиц спецтехники на 7,5 миллиардов тенге. Новые технологии, которые существуют в мире, здесь большинство из них собраны. И для того, чтобы крестьяне нашей республики могли посмотреть вовычи и убедиться, что да, действительно, работа по инновациям, работа с наукой дает хорошие результаты. И вот мы сегодня на этой базе видим. Познакомились участники Республиканского дня поля и с опытом подготовки новых кадров. В многопрофильном агрохолдинге Байсерке Агро по налаженной системе взаимодействия с вузами ежегодно проходят практику почти 400 студентов. Также компания является площадкой для ученых, где они могут реализовать свои замыслы и разработки. Фактически сейчас здесь на базе Байсерке Агро создан первый научный кластер, потому что агрохолдинг предоставил место для реализации ученым, выйти им в поле с реальными животными поработать, выйти из лаборатории со своими исследованиями и опробовать то, что у них давно накопилось. Это и в животноводстве, и в растеневодстве, и в ветеринарии, и в земледелии, и в защите карантине растений, при помощи ученых легче проходит трансфер технологий. Когда какую-то зарубежную технологию применяешь, ученые, они знают уже многие моменты. По окончании встречи организаторы подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве и развитии аграрной науки. Как отмечают эксперты, такие крупные проекты и семинары выведут сельское хозяйство на новый этап развития. Елена Манренбеков, Руслан Шигенжейн, Ружан Муканов, Телеканал «Житсу», Толгарский район. Планировать место под мини-поликлиники на первых этажах строящихся жилых объектов поручил в минувший вторник премьер-министр страны Бахачаса Гентаев на селекторном заседании правительства. Как отметил глава Кабмина, в первую очередь при создании проектов домов нужно рассматривать вопрос размещения на первых этажах детских садов и медучреждений для населения. И эти меры должны проводиться во всех областях. Ведь в прошлом году в послании главы государства было поручено уделить большое внимание вопросам здравоохранения, еще раз напомнил участникам селектора Бахачан Сагентаев. Поручил премьер-министр усилить разъяснительную работу с заселением о проводимых реформах в сфере здравоохранения и внедрении современных цифровых технологий, упрощенный доступ людей к качественной медпомощи. О проводимой по этим вопросам работе доложили главе Кабмина Акимы Ауласей. Так отметил глава края ЖТСУ Аманды Кваталов, на сегодня в регионе строится 18 медицинских учреждений. Еще на пяти ведется капитальный ремонт на общую сумму в 5,5 миллиардов тенге. Плюс для укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения из местного бюджета предусмотрено 3 миллиарда 700 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом, оснащенность медицинским оборудованием в области улучшилась с 78,4% до 81%. Уровень оснащения медицинским транспортом составляет 86%. По итогам шести месяцев снизились показатели общей смертности на 3,4%. От туберкулеза на 45,5%. Работа по улучшению качества оказания медицинской помощи в нашей области будет продолжена активными темпами. Пожалуй, лучшие лекарства от всех болезней – это занятие спортом. В Алматы после реконструкции вновь открылся центр пляжного волейбола. Столь важный и необходимый спортивный объект жителям мегаполиса преподнесен в виде дара от Алматинской области. Центр пляжного волейбола расположен в одном из наиболее густонаселенных районов города – на пересечении улиц Жамбыла и Жарокова. Место, по мнению властей мегаполиса, наиболее подходящее для любителей волейбола, поскольку привлекает внимание посетителей парка «Махатмы Ганди», раскинувшегося в непосредственной близости к спортивному объекту. Наблюдая за игрой мастеров, возможно, у кого-то из посетителей парка появится желание посвятить тебя этому виду спорта. Хочу всех поздравить с сегодняшним, можно сказать, историческим событием. У нас, город Алматы, вы знаете, это традиционный большой центр спорта. Благодаря поддержке президента у нас была в прошлом году успешно проведена зимная всемирная студенческая универсиада. Вот буквально на прошлой неделе завершился чемпионат мира по футболу, футзальному. И мы в прошлом году впервые за 11 лет Алматы заняли первое место по зимним видам спорта. Сегодня я очень рад участвовать в открытии действительно прекрасного центра для пляжного волейбола. Это действительно такой народный вид спорта. Наверное, все его любят, играют. Он очень зрелищный, интересный, требующий много сил. И я хочу здесь поблагодарить Амандыка Габасовича Баталова, вице-президента Федерации волейбола, который два года назад эту идею озвучил. И мы два года работали. Для нас очень важно, чтобы каждый с малого возраста занимался спортом. Обновленный центр отныне соответствует всем международным стандартам. История этой спортивной площадки начинается с 1994 года. Именно тогда она была основана. Одним из инициаторов ее создания выступил нынешний Аким Алматинской области. Являясь вице-президентом Федерации волейбола Республики, Амандык Баталов уделяет огромное внимание развитию спорта в области. Стоит отметить, что глава ЖТСУ не раз демонстрировал свою приверженность здоровому образу жизни. Яркое тому доказательство активное участие во всевозможных спортивных мероприятиях. Здесь все бывшие игроки хотят здесь организовать центр в целом не только пляжного, а классического волейбола. И здесь откроется в последующем школа, чтобы маленьких детей здесь тренировать, учить, чтобы они тоже в последующем пошли по стопам наших великих игроков. Кравченко, Жанебек Нигманович Савромбаева. Один из них здесь стоит, мой друг, заслуженный мастер спорта, которым мы все гордимся. Многократный чемпион Европы, обладатель Кубка Европейских чемпионов, шапран Вячеслав Николаевич. В последующем, я думаю, здесь будет много-много интересных соревнований. Мы всегда будем приходить, любоваться таким прекрасным видом спорта, как волейбол. А волейбол действительно, центром волейбола всегда была Алмата, начиная с Буревестника, Дорожника, вот и последующим Азамат, другие команды. После официальной церемонии открытия на новой площадке дан был старт 22-му чемпионату Республики Казахстан по пляжному волейболу. Его участники проявили высокий уровень мастерства и профессионализма. Побороться за звание сильнейшего приехали более 25 самых лучших команд со всей страны. В Казахстане сейчас представлено где-то около 35 мужских команд и около 26 женских команд. Но наиболее высокого уровня где-то команд около 8, мужских и женских. Для Казахстана пляжный волейбол относительно молодой вид спорта. И его первые только шаги были сделаны в 2000 году на Копчегайском водохранилище. А вообще он очень популярен в Европе, страны Латинской Америки, в Америке. Он вообще пришел на нас как раз таки из Америки. Пляжный волейбол является олимпийским видом спорта уже с 1996 года. По мнению экспертов, основными фаворитами турнира являются Алматинский буревестник и Талдыкурганский ЖИТСУ. Ануар Амагильдинов, Жаслан Женкенжи, телеганал ЖИТСУ. В пользу физических упражнений никто не сомневается. Спорт хорошо влияет на самочувствие и буквально окреляет каждого. А когда занятия проходят на фоне горных ущелий и рек, это еще и восторг и незабываемые эмоции. Такие ощущения дарит ЖИТСУСам ежегодно фестиваль водного туризма Коксу-Уорта-Фест. В нынешнем году его провели четвертый раз. Почти 100 участников со всей области собрались в местности Коксуского ущелья в Кирбулакском районе. Мероприятие призвано пропагандировать туристический потенциал и здоровый образ жизни. Фестиваль Коксу-Уорта-Фест стал уже традиционным. Проводится четвертый год подряд. За звание сильнейшего в этом году поролись 12 команд из числа госслужащих. Для участников веселье и новые знакомства. Для нас раскрытие туристического потенциала, отмечают организаторы. Цель фестиваля это продвижение внутреннего туризма, развитие водных видов туризма, рафтинг, каякинг, поддержка коммерческих сплавов и обмена опыта между государственными учреждениями и простым населением. Специальная экипировка и тщательный инструктаж. Самое главное, говорят организаторы, безопасность участников. Ведь их ждет рафтинг на 15 километров по реке Коксу. А она славится бурным течением и сложной проходимостью из-за огромных камней. Поэтому соревнование требовало максимальной самоотдачи от каждого участника. Не меньшие эмоции здесь дарит и красивейшая природа этого края. Величественные скалы и огромный зеленый массив просто не может оставить равнодушным делиться эмоциями спортсмены-любители. Просто непередаваемые эмоции. Было тяжело, но все команды успешно справились. Надеюсь, в будущем будет еще много подобных состязаний. Чем больше людей узнает о потенциале водного туризма нашего района, тем быстрее он будет развиваться. По итогам заплыва лучшей командой стало управление экономикой и бюджетного планирования области. Все победители и призеры награждены ценными призами и подарками. Как отмечают организаторы, такие фестивали найдут свое продолжение и впредь. Елеман Раимбеков, Коротко Струганов, телеканал ЖТСУ, Кирблакский район. На этой неделе в области прошли кадровые назначения. Активу Ильевского района представили Нового Акима. Распоряжением главы края Мандыка Баталова и по согласованию с администрацией президента Казахстана и депутатами районного Маслихата им стал Багдад Карасаев. Ранее эту должность занимал Хадркель Демидеу, в которой трудился в регионе 4 года. Он оставил свой пост в связи с выходом на заслуженный отдых. Амандык Баталов поблагодарил его за многолетний труд, отметив в ряд достижений в социально-экономическом развитии региона. Новый Аким Ильевского района Багдад Карасаев 1964 года рождения. Окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова по специальностям инженер-механик и бакалавр государственного управления. Трудовую деятельность начал преподавателем профессионально-технического училища Андреевского района Алматинской области. В разные годы работал директором ТО «Алаколь Агра» и «ХАИНД», заместителем Акима, а после и Акимом Алакольского района. Руководителем аппарата Акима Матинской области, государственным инспектором администрации президента Республики Казахстан. А с 2015 года занимал должность Акима города Талдыкурган, после чего был назначен советником Акима Алматинской области. Глава края отметил особую роль Ильийского района в экономике области. Помимо развития промышленности, Амадык Баталов поставил перед Багдатом Карасаевым ряд других задач. Ильийский район – один из густонаселенных регионов. Здесь сосредоточен промышленный сектор, поэтому это ответственный район. Нужно и дальше привлекать крупных инвесторов. Особое внимание необходимо уделять и жилищной программе «7-20-25». Желаю успехов на новой должности. Спасибо за оказанное доверие. Я столько лет работал под вашим руководством и многому за это время научился. Весь накопленный опыт в различных должностях я буду применять на новом посту. И вместе с коллективом будем достигать всех поставленных целей. Газ в каждый дом. Такую цель ставит перед собой руководство области. Сегодня голубое топливо проведено в 11 районах. Параллельно с этим ведется и разъяснительная работа среди населения. О преимуществах блага цивилизации на уходящей неделе рассказали жителям Толгарского района. Здесь из 46 населенных пунктов в 31 пользуются голубым топливом. Этот список до конца года пополнят еще 7 сел. Среди них микрорайоны Мелиоратор и Бостургай города Толгар. Всего в этих районах в 23 многоэтажных расположено почти 540 квартир. Как будет проходить подключение, какова стоимость и какие документы для этого нужны, подробно рассказала на специальной встрече с жителями руководства области. Больше никакого индивидуального отопления, газовых баллонов, которые могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Качество и безопасность прежде всего. Об этом заявил первый заместитель Акима области Лазат Турлашев на встрече с жителями Толгарского района. Только электрическое отопление можно применять как альтернативу голубому топливу. Но, как известно, за свет придется платить в 3-4 раза больше, чем за газ, расход на который составит примерно 8-10 тысяч тенге в месяц. Так что выгода налицо. Ту подвала за счет государства подводится. На каждый подъезд разводка будет. Это будет делать КСК. На утепление подвальных помещений, строительство внутри подъездных стояков и разводящих сетей внутри квартир определена стоимость в районе 115 тысяч тенге. Эту сумму можно оплатить в рассрочку. Попросили жители сопровождения специалистов в целях прозрачности проводимых сделок. Эта просьба выполнена. По поручению руководства края весь процесс от введения в микрорайоны газопровода до индивидуального пользования будет под контролем представителей Акимата. Потом и поводов для беспокойства абсолютно нет. И к отопительному сезону все будет готово, уверяют ответственные лица. Проведены работы, залиты ленточные фундаменты для установки блочно-модульных котельных. Также с 3 сентября планируется форсированная работа по проведению инженерных сетей от теплооснабжения и электроснабжения к блочно-модульным котельным. Планируем до 15 октября выполнить полностью все работы по подключению к центральному отоплению. В данных микрорайонах планируется установить 6 блочно-модульных котельных и подведение теплоотраз к элеваторам многоквартирных жилых домов. Такие собрания с жильцами будут проводиться минимум раз в неделю. Под их контролем будет весь ход работ. Ну, конечно, преимущество есть газа. Почему нет? Все централизовано, безопасно. Цель безопасности и тепла, конечно, чтобы жители жили в тепле, в уюте, в благополучии. Я считаю, что Акимат наш ведет правильную политику, помогает людям. Всего в микрорайонах будут подключены к газу 23 дома. А это 538 квартир. Настроение жильцов оптимистичное. На сегодня в городе Талгар пользуются природным газом 18 домов. Еще в 163 дома придет газ в ближайшем будущем. Елеман Раенбеков, Кайрат Коструганов, телеканал РТСУ, Талгарский район. Между тем, активно выполняется еще одна коммунальная задача. Отныне жители аула Тараса Аксусского района обеспечены питьевой водой. Водопровод протянули во все 75 домов. На эти цели было выдалено 205 миллионов тенге из областного бюджета. По словам руководителя районного отдела ЖКХ, сегодня работы по проведению воды идут еще в пяти селах. Акмарал Нуралинова – коренная жительница Тараса. Чтобы постирать белье, помыться или же просто приготовить еду, ей каждый раз приходилось идти с ведрами к колодцу. После работы всегда спешила домой, говорит она, чтобы успеть набрать воду. Особенно тяжело приходилось зимой, когда источник замерзал. Теперь достаточно открыть кран на кухне. Раньше у нас была проблема с водой. Мы каждый раз качали воду во дворе. Тяжело приходилось. Особенно тяжело тем, у кого дома бабушки, дедушки. А сейчас видите, как хорошо. Вода бежит и в уборной, и на кухне. Удобство не хуже городских. Спасибо руководству области района, что подвели воду в наше село. Мы очень рады. Строительство водозаборной башни, насосной станции, резервуара и в целом всего необходимого для проведения чистой питьевой воды в село Тарас началось в мае прошлого года. В ноябре рабочие ТО «Алаколь Асул Хорулос» сдали объект. Однако воду успели протянуть только в 10 домов. С наступлением лета работы продолжились. Сегодня все 75 домов Тараса подключены к центральному водопроводу. Строительные работы здесь велись ровно 6 месяцев. По программе «Ахбулах» имеются две скважины. Одна работает постоянно, другая резервная. Также у нас есть насосная станция, водозаборная башня, которая рассчитана на 25 кубов и резервуар на 100 кубов. Все хорошо работает, никто не жалуется. Счетчики установлены. Закуп народ платит 130 тенге. Карасусский сельский округ включает в себя три маленьких села. В селе Кенжира у нас есть вода. Вот теперь и Тарас обеспечен живительной влагой. И теперь готовится проектно-сметная документация на проведение воды в село Ембек. Что касается села Тарас, работа здесь сегодня полностью завершена. Если раньше жители брали воду с 6-7 метровой глубины колодцев, то сейчас к ним прямо в дома поступает вода из 200 метровой глубины. Естественно, она чище и полезнее, чему мы очень рады и благодарим руководство области. На сегодня Аксусский район на 87% обеспечен качественной питьевой водой. Ведется работа по проведению воды еще в пяти селах. Это Шулак-Узек, Карашелек, Когозек, Капал и Аксу. Жители последних двух аулов смогут оценить преимущества центрального водопровода уже в этом году. Пана Анитова, Айбек Акшулаков, телеканал ЖТСУ, Аксусский район. Три года без урожая. Картофелеводы Кигенского района из-за разрушения поливного канала чуть не остались без своей главной культуры. На помощь пришло руководство края. Из бюджета выделена необходимая сумма и сегодня реконструкция поливных каналов практически завершены. Канал Кумтикей в Кигенском районе берет свое начало из реки Каркара. Раньше с помощью этой водной системы крестьяне орошали почти 5000 гектаров плодородных земель. Однако из-за весенних паводков в 2016 году река Каркара полностью смыла сооружение. Фермеры оказались в затруднительном положении. Своих средств восстановить канал у них нет. Без полива выращивание картофеля становится делом неперспективным. На помощь пришло руководство области. Из бюджета выделено 33 миллиона тенге. Реконструкция с 4,5 километров сети почти полностью завершена. 600 гектаров земли вновь можно орошать. Остальные участки ждут своей очереди в ближайшие дни. Работы по восстановлению канала начали в июне этого года. Сейчас приостановили деятельность, так как людям нужна вода, хоть и в малом объеме. Думаю, в середине этого месяца завершим реконструкцию. Все к этому и идет. Для жителей канал Куткемей имеет огромное значение. Мы будем прилагать все усилия во благо населения. Один из пользователей канала Кумтикей – товарищество Каркара Унамдера. Они занимаются выращиванием картофельной культуры на площади в 75 гектаров. Для его полива они используют современный голландский оросительный аппарат. Длиной в 300 метров он за сутки поливает до 30 гектаров. На каждый квадратный метр расходует 5 литров воды. Теперь с ремонтом канала снова появилась возможность заниматься любимым делом, говорит руководитель товарищества. В прошлом году воды для полива не было. Спасибо руководству края за деятельность в этом направлении. Ведь когда не было воды, кроме поля, не знали, чем заняться. Заметив, в последние годы к сельскому хозяйству уделяется большое внимание. Это радует. Как отмечают специалисты, после завершения всех работ сельским хозяйством в этом регионе могут заниматься более 350 крестьянских хозяйств. Поэтому реконструкция канала – дело социально-экономической важности. Елеман Раенбеков, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ, Кигенский район. Вы смотрите итоговую программу АПТА к другим темам. Казахстан, Китай и Англия укрепляют взаимоотношения в целях налаживания экономической связи и сотрудничества в сфере логистики и транспорта на базе международного центра приграничного сотрудничества «Харгос» в стороны провели совместную масштабную конференцию. Всехались представители крупнейших отраслей из Китая, Европы, Казахстана и стран СНГ. Основной вопрос на повестке дня – электронный бизнес и соответствующие цифровые системы моделирования. Развитию «Харгоса» уделяется особое внимание. Причем совершенствование идет по всем направлениям. Цель – сделать «Харгос» передовым логистическим центром, связующим звеном между странами. Сегодня «Восточные ворота» – это крупнейший сухой порт в Центральной Азии, который оказывает полный спектр услуг в сфере обработки, хранения и перевалки грузов из Китая в Казахстан и даже дальше через шелковый путь в другие страны. Это очень удобно и выгодно, считают собравшиеся. Сегодня в целях укрепления трехстороннего сотрудничества между CLT Казахстан, CLT Китай и CLT Англия организован такой большой семинар. Конечный итог, к которому мы все стремимся – это развитие логистики и транспорта на Великом шелковом пути. Для этого сегодня создаются все благоприятные условия. Это сокращение сроков перевозки грузов в два-три раза по маршруту Китай, страны есть в обе стороны. Плюсы создания гибкой системы тарифов и скидок на терминальные услуги. И еще много работ, хорошо сказывающихся на развитии транспорта и логистики. Представители китайской компании уверены, у казахстанской программы «Нурлужол» и китайской инициативы «Один пояс, один путь» – общие цели, открывающие большие перспективы в сфере развития транзитно-транспортного сотрудничества между нашими странами. С момента начала работы казахстанско-китайского экспресс-поезда введен резкий скачок в сфере логистики и транспорта между двумя странами. Поезд проезжает по маршруту Великого шелкового пути, то есть первая остановка – Харгос. Дальше – Центральная Азия, Англия, Россия, Белоруссия, Латвия, Чехословакия и Иран. В эти места вывозится около 800 видов товара. За год этот маршрут уже вывезено более 3,5 тысяч рейсов. Это очень хороший показатель, так как это больше данных последних шесть лет вместе взятых. В немалой степени на столь быстрый скачок повлияла подготовка высококвалифицированных кадров в области транспортной логистики, уверены специалисты. Королевский институт – это ведущее образовательное учреждение профессионального образования в сфере логистики, транспорта и комплексного управления цепями поставок в Англии и страны Европы. Институт имеет представительство в более чем 35 странах по всему миру. Казахстан в этот список вошел сравнительно недавно. Теперь наш филиал работает здесь и обучает сотрудников сферы логистики и транспорта. После окончания курса обучения предусмотрена практика в Великобритании. Действительно, Харгос набирает популярность в Европе. Обучение в сфере логистики и транспорта – это является нашим основным фокусом. CILT – Казахстан направлен на это. И действительно, мы работаем здесь, в Казахстане, с партнерами по обучению персонала по всем международным стандартам. Важно, чтобы обязательно персонал имел одинаковый уровень на всей протяженности шелкового пути. И здесь, в Казахстане, есть все условия для этого. Мнение собравшихся единодушно. Для более высокого уровня развития логистики и транспорта требуется хорошее обучение на местах. Для этого в Казахстане уже год работает филиал Королевского института CILT Казахстан. Первым восьми выпускникам института международные дипломы, логистики и транспорта вручили прямо на конференции. Документ подтверждает, что теперь они официально вступили в международное сообщество CILT. Пана Анитова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Харгос. Тем временем ЖТСУ успешно продвигают свое дело. Обладательница гранта ярмарки социальных идей и проектов 2018 года недавно открыла социальную прачечную комнату. Талдыкурганка Ажар Кадралина работает пять дней в неделю с 9 утра до 5 вечера, оказывая услуги уязвимым слоям населения. Новая прачечная рассчитана для обслуживания малообеспеченных и многодетных семей, а также для людей с ограниченными возможностями. Установлены здесь три новых стиральных машин и одна сушилка. Отметим, в прошлом году автор проекта также участвовала в ярмарке социальных идей и выиграла грант на сумму полмиллиона тенге. На эти средства Ажар Кадралина купила швейные машинки для шития и реставрации одежды нуждающихся людей. Теперь два проекта успешно дополняют друг друга. Вещи, которые издают в общественное объединение «Жигер», стирают, реставрируют, гладят и отправляют в магазины все за спасибо. На будущее у нас трудоустроит женщин, имеющих инвалидность. В этом году мы планируем трудоустроить 12 человек, женщин с инвалидностью, потому что у нас работает ателье швейное. Сейчас будет работать прачечная, всем нужны рабочие силы. Одна из постоянных клиентов объединения «Жигер» – многодетная мать Ирина Лотоскина. Ей 40 лет. Услышав о новой услуге, Талдкурганка сразу сдала на стирку и уже пришла за чистыми поглаженными вещами. Это большая помощь для нас, говорит Талдкурганка. Для нас, как мы многодетные и малые мужчины, это очень хорошо и очень удобно, потому что нам купить такие машины не под силу. Спасибо нашей прачечной. Вещи я сдала вчера, сегодня уже пришла забрать, они очень чистые, не жамканные. В принципе, очень хорошие вещи. Бесплатно получить услуги могут не только социально незащищенные слои населения, но также и иногородние студенты. Для всех остальных горожан обслуживание здесь за весьма символичную оплату. К слову, благодаря деятельности объединения «Жигер» постоянной работой обеспечено 8 человек. Пана Анитова, Нуржан Муканов. Телеканал ЖТСУ. Талдкурган. Самую образцовую молодую семью в Матинской области выбрали на этой неделе. 13 семейных пар из разных районов состязались на звание «Лучшие пары». В течение конкурсного дня участников оценивали по пяти номинациям. Необходимо было продемонстрировать как спортивные, так и творческие способности. Словом, стать лучше было нелегко. Конкурс довольно популярный в области. Его важная миссия – пропагандировать высокие семейные ценности, традиции, обычаи и культуру казахского народа. Ведь, как известно, крепкая и дружная семья – основа стабильного общества и большого будущего всей страны. Национальный конкурс «Мангалик Ель Мангалик Отбасы» проходит в Алматинской области уже в девятый раз. Его участники – молодые пары от 20 до 30 лет. С каждым годом число участников конкурса увеличивается. Как говорят организаторы, представители управления по вопросам молодежной политики области направлены конкурсы подобного рода на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, а также повышение статуса семьи. Сегодняшнее мероприятие проводится традиционно с 2009 года. Целью мероприятия является пропаганда семейных ценностей среди молодых семей. Потому что мы видим по статистике, что каждая третья семья, которая создается в течение года, разваливается, разводится. И очень важно через такие мероприятия, другие системные меры пропагандировать семейные ценности, укреплять институт семейных отношений. Конкурс состоял из пяти этапов. Первый из них – веселые старты. В нем участники продемонстрировали свою быстроту, выносливость и в целом, насколько молодые пары придерживаются здорового и спортивного образа жизни. Дети и их родители отлично повеселились вместе, преодолевая шаг за шагом испытания эстафеты. Мы приехали в лице победителей районного этапа конкурса «Мангалахотбаса». Принимаем участие впервые. И знаете, мероприятия подобного рода нужны для населения. Ведь конкурс помогает сохранить семейные ценности, к тому же сплачивает ее. Я очень рад, что со своей семьей приехал сюда. Главное не победа, а участие. Думаю, в нашей области таких конкурсов с каждым годом будет становиться все больше и больше. Спасибо организаторам. Особые испытания прошли главы семей. Они, как капитаны своих команд, должны были развиты разносторонне. В том числе, хорошо знать национальные традиции, чтобы в дальнейшем передать знания уже своим детям и внукам. В числе заданий второго этапа – разделывание туши барана. «Лучших определяют тут по всем критериям разделки туши, начиная от его закладывания до самого его разделывания. Для начала жюри проверили, аккуратно ли освежали тушу. Потом нам предстояло безошибочно разделить барана на части, потом уже распределить их согласно всем обычаям». Не стояли в сторонке и представительницы прекрасного пола. Хозяйки состязались в приготовлении национальных блюд. Здесь члены жюри обратили внимание и на качество приготовления, и на эстетичность подачи. «Мы приехали из Алгарского района, из города Алгар, старше Килинки уже восьмой год. Ну, то, что мы делаем, мы ежедневно дома это все делаем. То, что нас учили родители, матери наши, свекрови наши, чему и мы учились, мне кажется, это не трудно. Это для любой Килинки». Мастерство конкурсантов смогли оценить все – и жюри, и участники. Конкурсанты старались попробовать блюда оппонентов, чтобы научиться новым тонкостям кулинарии. «Моя семья является победителем областного этапа прошлого года. И я очень рад, что сегодня пригласили меня в члены жюри. В 2017-м на республиканском этапе мы заняли третье место. Хочется сказать, что участники очень тщательно подготовились к стартам. Думаю, победитель сегодняшнего тура по достоинству защитит честь Алматинской области». По итогам конкурса гран-при достался семье Исимбаевых из Талдукургана. Первое место завоевали представители из Кербулакского района. Вторым оказался коллектив из Раимбекского, а тройку сильнейших замкнула семья из Исхельдинского района. Теперь Исимбаевым предстоит защитить честь нашей области на республиканском конкурсе, который пройдет уже в следующем месяце в Астане. Азаджумаханов Габид Кабдрахман и Ерлан Азамбай, телекомпания ЖТСУ из Коксусского района. В Ульгурском районе в камне увековечили память Ажар-Табаба. Слова об известном целителе и предсказателе идет из глубины веков. Он и по сей день жива в народе. Новый мемориальный комплекс в его честь возведен в рамках реализации программы Рухани Жангру. Церемония открытия памятника собрала тысячи людей со всего Казахстана. Согласно легенде, родившийся раньше срока Жар-Табаба пришел на свет полупарализованным. Его отец Юркул, хоть и сомневался, что младенец сможет выжить, сделал все возможное, чтобы спасти его. При его рождении имам нарек малыша Муслам Анбаем. Но в народе его прозвали Жар-Та, так как половина его тела была обездвижена. Эти предания старины красочно изобразили в театрализованной постановке. На открытии мемориального комплекса в Уйгурском районе собрались тысячи жителей со всех уголков края ЖТСУ и других регионов. Среди гостей народные артисты Асанали Ашимов, Нургалин Устебжанов, писатель Нурлан Оразалин и еще множество других известных общественных и государственных деятелей. На памятнике изображено генеалогическое древо, начиная от рода Албан, потомком которого и является Жар-Табаба. Это дань памяти, это связь истории, веков. Поэтому дай Бог, чтобы наша Родина, Великая Степь, Казахада, она всегда жила и сооружалась вот на таких личностях. И мы сегодня еще раз, еще раз проявляем сыновнейший долг перед историей, перед теми людьми, которые нам сохранили эту святую землю. Открытие мемориального комплекса вносит огромный вклад в реализацию программы Рухани Жангру, отмечают организаторы. Вся территория занимает 5 гектаров, где в скором будущем расцветет сад. Мемориальный комплекс Жар-Табаба, он построен по инициативе его потомков. Здесь выделен районным акиментом участок. На перспективу мы здесь планируем посадить леса плодовые, декоративные. Вот рядом это природный парк, ясный природный парк. Мы оттуда будем перевезти сюда некоторые растения. Жар-Табаба проставился в народе своими целительскими способностями и умением предвидеть будущее. Чем не раз спасал народ от бедствия, гласят легенды. Факты жизни еще не полностью изучены, но обязательно будут дополнены, обещают собравшиеся. На празднестве установили 40 юрт, в которых угощали гостей народной кухни, а силачи состедались на борцовском ковре по казахшакурезу. Особым украшением торжества стала яркая концертная программа. На сцене выступили как местные артисты, так и звезды казахстанской эстрады. Элеман Раймбеков, Амажол Жункешев, телеканал ЖТСУ, Уйгурский район. На этом у меня все. Встретимся на следующей неделе на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин